хе-хе-хе всем привет рад приветствовать вас друзья на канале с вами доктор и это space инженер будем сегодня заниматься подготовкой вот этого места куда мы будем саму базу и спускать приглашаю вас присоединиться для поддержки сразу поставите лайк есть что сказать конечно же пишите но сейчас устраивайтесь поудобнее мы начинаем так на первое сразу до обратили внимание то есть я покрасил такие сварщик теперь он у меня не просто черно-белые теперь он такой симпатичный в принципе чё пойдет для того чтобы летать варите более чем здесь маленечко добавил сюда поставил сортировщик настроил его на авторазгрузку теперь у меня мой буровик будет автоматически разгружаться не надо мне лезть там чего-то его разгружать ну и соответственно поставил улучшение всем то есть здесь как обычно я на ускорение воткнул на комплектовщиках а здесь я на выработку руды чтобы больше вырабатывалось слитков вот собственно то что я сделал ну естественно вы обратили наверное внимание да вот добавил еще ряд из пяти буров вот и замерил вот это вот я специально замерить то есть сколько у нас в глубину в глубину меня получается 4 блока это всего лишь один завод мне необходимо будет то есть вообще баки потом вот эти вот кто они скажи меня те скажу контейнеры и баки водородные они все под три на три блока идут то есть ну в принципе да это глубина плюс-минус хватит три на три это вот так вот он будет у нас блок здесь стоять но вот если я захочу допустим вот такой сделать промышленный блок то там уже будет место маловато ну и в принципе не страшно пусть будет маленько маловато место это ничего критического начнем с вами сегодня знаете что есть ребят первое я хочу сделать вот что первое я хочу сделать побольше чтобы у нас энергии с вами работало но я думаю вот здесь спилил я базовый комплектовщик базовый очиститель и на это место можно нам с вами поставить еще два генератора чтобы у нас электроэнергия вырабатывалась при включенном генераторе на ура вот паль потом вот сюда я добавлю у нас на 4 как он на 4 блока выдвигается поршень соответственно вот это 5 блок соответственно здесь 4 конвейера продлю и сделаю еще один ряд вот таких вот бров и мы с вами вот так вот пробурим то есть грубо говоря я удлиню вот сюда вот место для базы и собственно в принципе ребят я думаю можно уже постихонечку начинать вниз сюда это все дело спускать здесь много уже у нас войдет водородных дел в одном месте я поставлю три вот таких завода они будут у нас торчать ну и ничего страшного я думаю в принципе не произойдет ну давайте начнем с генератора 1 это у меня генератор собственно так где-то у меня вот он по цифра 5 ух свет-то какой у него нет давай мы тут пока без цветная все будет у нас простенькая так и вот прям два генератора вот к нему пускай она так у нас и будет так не встанешь что ли получается невозможно то есть надо сюда сделать как интересно то есть вот сюда надо нам поставить конвейер я думаю так а у меня сейчас кончится водород вовремя заметил лично так надо взять ничего нам надо для конвейера раз и давай еще разочек раз так два конвейера и вот сюда и давай сразу мы ставим слушать а давайте вот так вот чем мы будем ресурсы сжечь просто так раз и так два пропов вари а да и кстати еще ресурс ресурс эти инструменты на две галочки я прокачал вот можете обратить внимание да вот у меня теперь двухгалочные инструменты так теперь у меня сюда генератор в идет совершенно верно так у меня так уж уж ногами то что это пусть будем одинаково везде ставить так давай это все сюда давай вот так я думаю в руки мне это все не войдет а подожди чё ты тут наделал таем и вот сюда давай вот отсюда давай грязь вот все да еще знаете чё я заметил вот на сварщики вот так автоматический подбор ресурсов работает короче только если не больше четырех комплектовщики не более четырех блоков больше четырех им потом какую-то лажу начинают нифига не подбирает ничего и короче попало начинается у него когда до четырех он полностью все подбирает нормально работает так блин не хватило по-моему я там ткнул в нижний эти проварил блок и мне его не хватило ну понятно ладно это мы сейчас рукой доварим да стальная пластина где куда вот я ткнул одеты чё тут проварил непонятно странно ладно отсюда возьмем нет отсюда не возьмем давай отсюда возьмем а смысле нет строительных компонентов что серьезно почему их нету у прикиньте строительных компонентов нету делай конечно много строительных компонентов вперед теперь еще раз по вот как все окей строительные компоненты взяли давай второй генератор замотку замутим а почему а ну да у меня не было строительных компонентов поэтому собственно он и не взял так ну и все зарядка пошла сейчас у нас все работает теперь в полном ходе давайте мы вот тут у нас есть же небольшая настройщика в этом плане так г нет гарана еще давай для начала надо сгруппировать так генераторы опачки выделили еще раз генераторы где у нас генераторы вот он о сохранить показывать не показывать все теперь давай тройку нажал все все четыре заглохли отлично работает как часы отлично так что нужно нужно теперь чтобы у нас для генераторов водород то вырабатывался надо вот сюда вот поставить водородные генераторы точнее генератор по 2 h2 который да вот этот раз и давай вот этот вот так вот чтобы нам вот так отлично раз-два я думаю в принципе мне вполне хватит вот так вот почти все взяли чё там стальная пластина кончилась серьезно прикиньте так коп давай стильную пластину шмякай тоже отлично чё все не влазит все отлично и 2 так ну вот как то так вроде как да так ну и что теперь самое интересное теперь давайте вот сюда 4 конвейера поставим надо нам набурить дырок так 4 конвейера я думаю даже вот так вот 4 трубки сделаем смысл так поехали 1 2 3 4 варим теперь буры для буров стальная пластина сейчас давайте набросаем и на сварщики сварим так стальная пластина так ну ка лишь много делал стальная пластина во все давай теперь буры раз 3 4 5 6 еще один надо поставить но так вот ставь во все так 6 бров все 6 значит буров которые у нас сейчас будут все это дело бурить логично так ну и что давайте мы для этих буров завозьмем все в комплектовщик только 4 нам надо взять 1 2 3 4 4 входит а потом после вот 6 то тогда он начинает какой-то дичи творить что-то там не попадает у него не все забирает и так далее в общем короче в общем как то так так давай то у нас а что нам надо давайте вот я вот хочу восстановить в памяти что туда надо стальная пластина стройматериал материалы большая стальная труба и компьютер моторов у меня там вообще дичайше стальная пластина стройматериалы тысяч уже я сделал да на тут только 10 показывает а он в производстве тут еще у нас нет но а строительные компоненты где я же заказала что тысячи работа не да вот строительные компоненты все давай так чё-то у нас не влезло почему-то контейнеры-то пустые чё с дела вот так теперь типа влезло все но давайте будем пробовать оценяй от соединяйся полетели ну и чё тебе не нравится то прикольно потом почему-то не берет все даже вот на 4 почему-то думал на 4 возьмет нет интересно давайте я сверу еще раз это все чего не влезло большая страна и и наверное нету большой стальной трубы то ребята ребята поэтому он и не собрал да большой стальной трубы то наверное нету да надо короче мониторы делать потому что ну не хватает без мониторов не удобно так давай большой стальной трубы 300 сделай так давай еще раз это все возьмем 1 2 3 4 и этих 2 все и полетели и полетели и полетели так теперь давай теперь давай все загрузим ну как тебя там опять чё не так-то чё тебе не нравится это ёк макарёк 110 стальной путь в смысле стальная пластина кончилась что ли натуре прикиньте стальная пластина стальная пластина стальная дофига стальной пластины кончилась вот этот у нас основной делай обалдеть блин по моему не все я собрал ну давайте соберем от сварим то что собрал в любом случае лет над на технике гораздо и веселее и интереснее чем этим ручным сварщиком это все варить так но надеюсь у меня все это не развалится когда я включу что нам видите как болтается так но тут у нас короче да да все закончилось так но пошлите возьмем оставшиеся короче проварим их да остальное вот в общем я понял ребят когда не хватает какого-то компонента и ты нажимаешь вот это вот автоматическое перемещение он смотрит не по количеству смотрит по названию если все из названия было и не важно что что-то не хватило короче вот как то так я так понимаю нужно другого мне объяснение ну нету вот сейчас стальной пластины сколько но вот сейчас должно ее хватить более чем вот кроме стальной пластины у меня в принципе нужды ни в чем нету так что давай отсоединяйся полетели блин опять тут такой бешеный ураган идет ну все теперь буры эти сейчас настроим и поперли ребят набирать у меня два контейнера я надел надеюсь хватит их так все эти буры надо обозвать специфический так давай мы его вот он бур база у нас тут есть вот так же он и будет называться так есть бур база так теперь сюда кстати чё у нас со льдом а ну лед сейчас ничего не перерабатывает поэтому переживать за это не нужно да а вообще по идее либо как бы лед так куда то надо девать ну я думаю что вот мы сейчас вот это дело а вот это надо убрать это мои измерительные приборы потому что сейчас бурами это все можно сделать нехорошо так теперь еще разок и теперь давай будем настраивать для начала нам нужно вот бур база все бур база объединить у нас же еще добавилось вот они они отлично сохранили теперь включили все буры да примерно как то так давай бури а до конца не получается убирается так что надо собрать нам всю эту конструкцию так выключи буры девятка все пусть соберется и будем бурить здесь так ну и теперь поехали пусть бурит так первый контейнер у нас битком ни много ни мало первый контейнер битком ну вот давайте наверное мы сейчас пробурим всю эту конструкцию сколько уж получится столько получится а дальше уже потом будет видно или давайте наверное один водородный генерал блин быстро хотел сказать водородный бак все-таки один поставить надо и пусть он набирается да я наверное так и сделаю жалко мне лед ребята прям жалко просто так сейчас он у нас забьет все вокруг давайте мы соберем потом когда там поставим перекочуем туда быстро же перегоним весь водород так где у меня водородный бак так вот они баки водородный бак так это у нас промышленный водородный бак его можно прямо вот сюда воткнуть да обычный водородный бак воткни вот все так и все я могу это наверное вот вообще вручную заварить и все и не париться да да отлично все водородный бак готов все шикарно ребята так что у нас водородный бак заправляться начал до заправляться начал теперь лед будет перерабатываться со скоростью пули особенно когда будем включать генераторы да ну и думаю этих четырех генераторов а 2h2 даже и мало будет теперь ладно это уже дальше мощность мы будем развивать там дальше так меня напрягает вот этот вот у меня камень который тут лежит надо его куда нибудь замутить так вот давай вот это открой где-то у нас переработка туда вот камень давай сюда это все отсюда убери чистый камень загоняй о полетел так отлично здесь тоже давай камень так тут тоже давай камень конечно камень блин весь выкидывайте камень все там у нас полетел гравий уху махом полетел так отлично значит что первый рядок мы отработали вот ты 5 вот 5 секунду так раз включаем генераторы бурим так 3 процента у нас уже водорода сразу да вот это другое дело теперь можно лед собирать и не переживать ни о чем вообще раз два три четыре пять поехали так так собственно что до конца я довел всю нашу эту конструкцию ой не надо так падать сильно там замечательно так на мусоре вот это вот все мне мешать будет сто пудов то что сюда сбрасывается поэтому надо бы сейчас наверное вот это все переделать куда-нибудь другую сторону пусть он сбрасывает дабы мне не мешало а давайте мы наверное вот сюда вот прибабим сбрасывать гравия и пусть он вот тут вот и будет выбрасывать тут кучка у нас пусть валяется и пусть она тут и будет или вот вообще вот здесь вот сюда давайте мы его а то там прям вообще нехорошо и пока будем рыть он как раз подчистит все так для начала мне нужен вот такой вот да да давай вот у тебя давай вот так вот повернись так грязь вари так и теперь вот такую штуку ага ну блин дырку то заткнул иди сюда где вот он в смысле опять стальная пластина кончилась что ли вы серьезно делай стальную пластину капец я знаете думаю наверное стальной пластиной даже наверное вот не ты еще а тысяч пять еще вот так вот и пусть фигарит все все компоненты изъяты потому что я так подозреваю что стальной пластины нам еще потребуется ого-го так варим есть значит что у нас здесь здесь у нас терм-перм не надо это ничего использовать для парковки этот коннектор у нас сброс 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 гравия так вкл выбросить ой стоп что-то выбросил и и стальную трубу дурак что ли и и и что ты сюда остальную трубу мне припёр что ли нет не припёр ладно еще я покорю отлично теперь давайте вот настроим его тут а то сейчас опять что попало сюда поналетит так черный список нет белый список сюда мы сделаем гравий гравий а бвг вот он гравий белый список и он у нас здесь опустошить все так отлично сортировщик гравий давай мы тебя назовем сортировщик гравий отлично так теперь тебя можно и принципе включить отлично грязь включил так здесь а вот теперь вот тут можно сделать и выбросить грязь все больше выбрасывать нечего безобразничать он не будет отлично так ребята значит что он тот надо убрать вот эту всю конструкцию не натяна мне теперь так давай вот это вот так и сделаем опа и вот это тоже туда же отлично так теперь ширина базы мне достаточно надо в эту сторону и и пробурить еще и соответственно конечно же этот лед желательно под собрать и не выбрасывать его он не пригодится думаю ну как минимум на один еще вот такой заход мы сюда сдвинем а может быть и не на один вот вопрос только как мне это сделать симпатично давайте я попробую наверное вот сюда конвейеру так вот пропустить не сломает у меня тут рычагом все будет конечно печальности сломает короче что думать попробуем там дальше как говорится война план покажет сортировщик мне не нужен мне нужна вот такая трубочка который мы вот сюда сейчас протянем так вот я даже для нее все мог взять так раз два три 4 5 5 вот таких трубочек как раз два три 4 5 внутренняя пластина у меня не влезла теперь все влезла 234 5 я даже могу это все сварить теперь ребят представляете пошла жара как говорится так давай отлично так что теперь теперь вот это вот вновь сваренная все опять надо переваривать да капец конечно так окей ладно давай где-то там у меня вот такой мне нужен на обычный конвейер давай все для него возьмем так вот сюда тебе хрясь и варим так теперь теперь нужны буры как ни странно так для буров давай мы возьмем стальная пластина мне нужна для бров так вот так бур поехали так что нам требуется для бров для бров нам потребуется а давайте вот так сделаем и пусть она вот у нас сразу там все изготавливается для бров чем я сейчас в производстве меня сейчас ту его куча пластин вот собственно давайте мы вот так чё нас там бур вот он бур раз два три 4 5 6 и с той стороны 6 раз два три 4 5 6 все это пошло у нас активно в производство что-то energy low energy low пошли вот это вот надо уже тоже приводить состояние нормального вида а не так вот как вот сейчас вот я вот чел полчаса стою заряжаюсь безобразие сплошное ребята самое главное никак руки не доходят так окей все окей на так чё на кстати водород еще даже ни одну пипку не заработал но он это тем не менее заполняется ну чё прям медленно по идее то хотя вот 4 их работает у меня генератора ладно не будем отвлекаться так она давайте я думаю так мы с вами сделаем блин а тут по идее вот это вот все разбираешь сюда и варишь тут собственно даже и нет это долго будет да это будет долго лучше вот так вот делать смотрите как я режу там отсюда так хрязь и опять режу хрязь режу вот вот так вот мы и будем так резать все подряд вообще не помешало бы и разборщик слушатель собрать сюда было вообще прикольно но это попозже давайте сейчас пока обойдемся так вот давайте мы вот у меня теперь есть же этот конвейер я хотел же вот так сделать мы его вот так вот сейчас и замутим чтобы у нас не задевало когда будет буриться так вот сюда нам 4 надо раз два три четыре и это вот так опускаем раз это вот так опускаем два три вот здесь у нас буровики будут до стоять буры немного немало так а для буров у меня ничего нету подожди да для буров там состальная пластина нужно так а это же я же могу сейчас проварить насколько мне хватает тем сам освободить карманы да все освободил карманы теперь то давай стальную пластину еще возьмем так ну вот собственно вот такой базы блин ну на какое-то время конечно же хватит но я бы не сказал что на многое время ладно давай так должно хватить по идее всех ресурсов посмотрим так зачем ты сюда льда носовал можешь мне объяснить вот лед здесь точно не нужен однозначно бери лед отсюда и не суй больше сюда лед никогда так все давай все чё надо ох как он загрузил то так ну чё хватит мощи полетели чпок все хватает 82 тонны идем варить начнем отсюда вот с этих буровиков снизу отлично так я 8 вообще закидывал но на сколько и хватит не знаю сейчас посмотрим половину уже сварили короче надо следить за тем чтобы все компоненты у меня были в недостатки и тогда можно сварщиком спокойно работать потому что если чё-то не хватает он повторно уже его в в этот не не закидывает ну короче короче не хватило не хоть как грится померла так померла все ну все понятно ладно раскодировал потихоньку я что к чему так еще 1 2 хватит мне тут хорошо да вручную я бы бегал конечно гораздо гораздо дольше так пойдемте все остальное закидаем в планировщик загрузим сварщик и заварим так ну все ресурсы кончились но эти два я вручную допилю и разберу вручную он те он конвейер и так давай отлично блин ребят прям мне нравится так вот на корабликах на этих летать так опа шикарно так ну что вот этот надо в нам допилить доварить точнее раз и два возможно вот прям отсюда сейчас мы все и взяли да совершенно верно отлично так здесь нам надо сделать вот так отлично так ну вот получается что вот такая конструкция вот этот бур можно в принципе спиливать смело я думаю так ну и теперь надо настроить все эти буры по той же схеме они у нас будут вот у меня даже осталось в буфере название так что все они будут буры бурбаза так сюда тогда контр-в опачки все бурбаза появилась у меня группа пойдемте и здесь вот тут то уже наверное и не сподручно будет не смотреть-то за всем что там происходит и так ладно давайте восьмерка девятка как тихо так но прикольно он сам настроился у меня сюда ну и все отлично так ладно в принципе видно в принципе ребят видно я думаю мы можем тут забуриваться с лихвой ну все хорошо вот сюда у нас будет вылетать до сюда будет вылетать этот гравий так ну и чё надо бурить давайте посмотрим что у нас с местом во первых камень если я израсходовал так ну лед однозначно у нас тоже пошел в работу его стало гораздо меньше камня не вижу там не в принципе больше никаких ресурсов нету во всем первых этих очистителях все в переработки то есть особо то сильно и не разбежишься железом как у нас дела 55 тонн это тоже немного что с производством производства все у нас закончилось ну как то тогда надо за железом сгонять будет и как раз у нас маленько водород по перерабатывается чуть-чуть в принципе нам ничего не мешает начинать делать вот данную настройку уже здесь то есть спускать сюда конвейер ставить здесь у нас здесь можно ставить у нас генераторы по 2h2 которые будут перерабатывать лед в большом количестве да я думаю в принципе ребята можно уже начинать трудиться а это у нас туда на расширение базы висит ну что давайте да пока лед есть пока лед перерабатывается пока у нас нарабатывается вот сюда не хочу лед выбрасывать давайте начнем спускаться вниз а да это будет правильным так окей первое мне нужен конвейер конвейер я буду ставить вот такой потому что потому что так тихо конвейер буду ставить вот такой ребят потому что потому что это у нас будет здесь будет наверное внизу надо быть или сверху кислород надо будет делать то есть ну собственно нужно будет герметизация так а спускать мы будем наверное вот отсюда вот так и пошли вниз 2 3 4 так и вот так вот по-любому 5 так вот мы сделали 5 конвейеров хорошо так а спустил я сюда конвейер и там дальше у нас будет уже вот здесь распределительный узелок мы сделаем небольшой и вот здесь вот у нас будет погрузочная разгрузочная система а здесь у нас сейчас будет идти блин вот сюда вот мы поставим с вами как раз фильтр да да давайте сюда фильтры поставим он нам нужен по-любому так поэтому вот так тихо вот так вот делаем и фильтр я поставлю насколько я могу судить у фильтр вот тут такого вот у нас у сортировщика есть скорость пропускная вот и я думаю если мы поставим так подожди блин давай пониже пониже поставим я проверю ребята у меня есть теория что у них есть пропускная способность вот у этих вот сортировщиков да и эту пропускную способность я думаю увеличить за счет увеличения числа этих сортировщиков то есть грубо говоря я хочу поставить вот сюда вот давайте поставим три сортировщика так вот раз два три три сортировщика ну и сверху здесь надо ними надо по-любому делать три конвейера так вот они раз два как то так так да получается это вот у нас самый нижний идет да вот этот самый нижний блок он у нас будет собственно листворять пол так что вот сюда вот смотрите у нас сейчас четверо работает 4 водородный генератор это прям очень мало прям очень долго он один водородный бак наполняет один очень медленно наполняет водородный бак поэтому нужно я думаю наверное их так два не встают один можно лежа положить собственно да грубо говоря можно тут ну штук их с десяток поставить генераторов от ваш два поэтому давайте наверное я так и сделаю так поставим отсюда у нас конвейерная лента кстати слышите их же можно прям замуровать вниз да прям вот так сделать вот я надеюсь на гермет на герметизацию это не повлияет так стальная пластина верить нужно остальную пластину сейчас мы тебе найдем чего-чего остальная пластина уже полно у меня тут должно быть так давай выработка водорода будет промышленным методом у нас все вырабатываться в большом количестве так давайте мы вот эти конвейеры поставим кверху пусть они у нас будут кверху раз так так же да два три так ну да да ну даст в принципе чё вот а место то как раз вот он он у нас смотрите 3 здесь а прям в нишу в такую мы вошли до 4 5 6 7 8 и 9 9 генераторов вот это уже повеселее и в принципе можно будет еще увеличить при необходимости количество так а тут у нас как буду проваривать то это все вот сюда то вот в принципе должен залезть а вот то тут но это должен залезть и сортировщики давайте мы эти сортировщиков сразу настроим я думаю потому что есть у меня такое подозрение что потом я к ним не доберусь так сортировщики генератор генератор нет сортировщики вот они сортировщики работать они у нас будут так только белый список а леды вот он леды а по ну естественно будет опустошить все еще здесь значит опустошить все белый список леда есть и здесь опустошить все белый список леды есть отлично теперь можно это все дело проваривать ребят немного немало так и и на так чё у меня тут но у меня вот как раз там сортировщики и все остальное в планировщики давайте мы все это попробуем взять а давайте мы вот чё сделаем вот то что я там взял запущу вот так в работу до очередь производства чтобы у нас это все дело не выбивала за так а чем не водород почему-то кончился почему-то кончился водород нехорошо как-то а у меня же нет выхода сейчас подожди придем нет теперь водородный бак есть это раз заполнил так накопитель вот автонаполнение все отлично теперь еще разок давай отлично шикарно все теперь все есть теперь давайте будем так хрязь смысле компьютеры кончились да ладно не может такого быть еще раз вот все взяли компьютеру отстыковаемся полетели варить и и и и и и и и чё-то опять не хватил не понимаю я ребят почему он а ну видимо у меня что-то кончилось все-таки и не хватило короче надо деталек много-много делать чтобы этим пользоваться безболезненно иначе вот так вот постоянно приходится двигаться туда-сюда так ну давайте там то что осталось я вручную это допилю говорю будет наверное правильнее так а ну и тут конечно же конечно же необходимо нам теперь поставить вот так вот для этого необходимо нам пластину внутреннюю ой точнее вот такую не внутреннюю да вот так раз так теперь сюда и так как у нас да вот так вот он состоял все отлично теперь это все надо проварить так раз два три 4 5 6 7 8 9 8 9 до 9 это лишний нас так папа все отправили все в производство смотрим теперь ребята что у нас тут в производстве в производстве все шпарит ток шуб заворачивается надо чуть-чуть подождать прежде чем варить а то опять сейчас возьму этот сварщик до конца не заполнит все что нужно и все и опять будет чё попало что у нас кстати со льдом давайте как раз посмотрим сие дело значит здесь у нас уже не так ну и здесь собственно уже не едок так и тут ребят еще надо будет нам сделать вот что вот здесь уже то есть сюда я поставила кстати посмотрим насколько быстро он будет у нас перегружаться здесь и нужно будет сделать следующее вот отсюда надо будет сделать еще один сортировщик только в обратном направлении или отсюда или от отсюда сделать без разницы как но надо будет сделать еще один сортировщик в обратном направлении, чтобы у меня заряжался водород, чтобы выходил обратно. То есть водород вот по этому сортировщику будет идти только в одном направлении. Вот. Как-то так. Так, ну и что там? Как там обстоят дела на нашем а-ля производстве? Ты хочешь сказать, ты все это уже хо-хо! Нифига себе скорости, ребята. Окей, идем. Давай теперь будь любезен, пожалуйста, сразу все забери. Ну, окей. Надеюсь, что ты все забрал. Так, что там у нас? Как у нас тут стоят дела? Так, давай спускаемся вниз. И погнали. Отлично. Нижние два. Отлично. В общем, да, надо следить за тем, чтобы всех ресурсов хватало, и тогда нормально сварщик работает. Да. Ну, все в принципе понятно. Так, айда, паркуйся. Отлично. Так, запарковались, и вот эти вот ребята у меня тоже должны начать работать, по идее. Так, давай вот этого еще замутим. Так, ну что, ты у нас работаешь? Да, говорит, 500 киловатт я жру. Ледь у меня тут есть. Так, а давай отсюда возьмем... А, ну да, тут же у нас только лед же проникает сюда, точно. Хрязь. Шикарно. Вот такая стена у нас генераторов О2, аж два, ребят. Ни много, ни мало. Ну, я думаю, у нас сейчас тут, во-первых, водород, наверное, пошел просто нереальными цифрами тут бежать. А, нет, не пошел. Да. Они у нас работают пока только в холостую. Да, мне же надо вот сюда сделать обратный конвейер. Помните, я вам говорил, да. Для этого мне нужно что? Во-первых, вот сюда поставить конвейер. А, так. Давай мы... Мне надо будет здесь два конвейера. Один поставлю. Вот тут, а? Так, нет, туда нельзя конвейер ставить. Значит, вот тут будет конвейер ставить. А вот здесь конвейер ставить. А здесь у нас будет стоять вот такой вот блок. О! Отлично. Все. Теперь варим. Так, но прежде чем я туда начну варить, давайте мы вот этот вот у нас недоваренный один сортировщик, он будет выключен. Вот. Но все настройки, остальные будут все как есть. А в выключенном состоянии, насколько я помню, все равно водород у нас будет идти. Оп. Так. Ну и что у нас теперь? Как обстоят дела? Смотрим. Не знаю. Вроде что-то там работает. А тут что у нас? Ну да. Фигашит. Как не в себя. Окей. А давайте теперь побурим. Забуримся. Наши буры должны работать. Эй, ты что упал-то? Зачем? Должны работать как надо. Так, включаем буры и погнали. Было несколько грубо. Но, в принципе, все сработало как надо. Хорошо. Ладно. Так, тут у нас что? Тут у нас полетело все на улицу. Угу. Я думаю, камень у нас в производстве, да? Да, камень пошел в производство. Это логично, потому что никаких других руд у меня нет, ребят. Все переработано у меня. Ну, отлично. Вот теперь можно расширять. Что у нас, кстати, со льдом? Сколько льда? Лед. Так, смотрим. У нас здесь. Так, этот контейнер полностью, полный. От слова совсем. А вот так у нас встанет контейнер? Интересно мне знать. В принципе, вполне встает, ребят. Внутренняя пластина нам нужна. И контейнер должен сюда встать. Давайте мы сюда контейнер и поставим. Это будет первый у нас контейнер. Внутренняя пластина. Так, а давайте вот так вот сделаем. Опа. Все, конечно, у меня не вошло в карманы. Так, выше не надо. Вот это вот надо, чтобы исчезло тут. Ага, все потихоньку исчезает. О, все, теперь должно встать. Бац. Так, подожди, сюда поставил-то или нет? Нет, чуть повыше на один. На один блок повыше надо поставить. Так. Да, вот здесь. Правильно или неправильно? Да, все правильно, ребят. Все. Так он у нас и будет здесь стоять. Ну и сейчас давайте глянем. Сортировщики в три раза быстрее будут загружать. Или так же по чуть-чуть будут кидать туда. Смотрим. Ну нет. Ну смысла не было ставить три сортировщика, ребят. Ну, они с той же скоростью, собственно, и перегружают все это дело. Так что разницы никакой. Да. Ну и все тогда. Значит, на будущее будем знать. Это, в принципе, можно спилить, можно и не трогать. Пусть стоит там, без разницы. Вот так. Так, ну что. Первый у нас контейнер. Вот сюда, кстати, можно поставить второй контейнер. Вот сюда. Вообще, дальнейшая идея у меня, ребят, такова. То есть, вот здесь я сделаю полностью водородный блок. То есть, будет перерабатываться лед, вырабатываться водород. Здесь же кислородные баллоны поставлю, водородные баки поставлю. Все вот тут будет у меня стоять. В большом количестве перерабатываться. 9 у меня уже генераторов O2H2 стоит. Будет еще, наверное, я тоже тут поставлю. Может быть, еще с десяточку. Вот. Сюда я промышленный блок перемещу. И, собственно, сверху я закрою это все блоками. То есть, ну, легкой броней. Вроде как, типа, пола будет. Вот. Вот тут как раз вот получается у нас блок входит. Вполне нормально. Вот. И здесь сверху мы сделаем именно такую базу под стеклом. Уже такая будет, где можно будет там типа отдохнуть, посмотреть там на мониторчике там и так далее. Короче, вся промышленная зона снизу. Сделаю лифтик сюда. Вот. Сверху будет у нас такая сама база там со всякими панелями управления, мониторами и так далее. Ну и, соответственно, конечно же, здесь же, тут же в этой же базе будет у нас разгрузочно-погрузочные вещи. Здесь же планируем уже настроить отсюда уже у нас пойдет лифт туда и там уже все остальное. Короче, вот такие планы. В общем, что? Теперь у меня два контейнера. Их можно смело забивать. Это у нас два контейнера непосредственно только льда. больше ничего в них не будет в этих контейнерах. Один контейнер уже нормально так подна собирал себе. Значит, что у нас тут с батарейками? Батареечки у нас через час, говорит, разрядятся. Но у меня теперь полно водорода, полно льда. Так что, давайте, тарахтите генераторы, зарабатывайте. Так, отлично. Значит, что, давайте побурим еще чуть-чуть, расширим обстановочку, так сказать. Так, восьмерка, девятка, два, три, четыре, пять. И теперь включаем, поехали вниз. Так, ну вот такая площадка. Я думаю, в принципе, мне ее, ну, как минимум, на основу и на долго-долгое будущее, в принципе, должно хватить. Учитывая, что это у нас целенаправленная база, которая будет заниматься льдом. Первое, мы сперва подготовим саму базу, потом будем делать технику, с помощью которой мы будем собирать весь лед, который здесь рядом находится. Вот, потому что сейчас мне пока льда более чем достаточно. Так, ну, наш первый водородный бак, ребята, практически уже заполнен, да? Да, он практически уже заполнен, это при том, что еще и генераторы работают. Так, ну, еще я хотел все-таки энергию сделать автономную, потому что генераторы будут дофига у нас жрать энергии, и вот, чтобы этого у нас не происходило, необходимо все-таки нам ветряков поставить побольше, чтобы они у нас тоже приносили энергию. Вот как быть с ветряками, я вот думаю, наверное, ветряки мы будем ставить, когда у меня вот эта вот база будет уже плюс-минус готова, да, наверное, да, ребята, я так думаю, как вы считаете, или все-таки поставить, там сколько, 420 киловатт, один ветряк выдает, десяточку если поставить, то он будет, в принципе, заряжать, в моменты простоя. сколько у нас максимально потребляет вот этот генератор, давайте глянем, 500 киловатт максимальное потребление, то есть, грубо говоря, плюс-минус один ветряк обеспечивает один генератор работу, да, то есть, если, допустим, ну, три ветряка на один генератор, то есть, 30 ветряков, чтобы у меня чисто вот на нем работа, на ветряках работало, до 30 ветряков надо делать. Вот такая, слушайте, интересная задачка, интересный вызов, я думаю, вот это можно нам уже разбирать однозначно все наши буры, в таком русле я уже бурить точно не буду, да и тем более мы уже все, что не могли пройти, прошли. Вот, это разбирать и потихоньку можно переносить все вниз, вот, но для начала мне надо, наверное, за кадром сгонять, набрать еще ресурсов, потому что ресурсы мы переработали абсолютно все, никаких ресурсов у меня уже не осталось, это такой довольно серьезный поворот, скажем так, я даже сам не ожидал, что все ресурсы мы так быстро переработаем, но в принципе для этого и ставили с вами производственный модуль, а на этом на сегодня будем завершать, понравился ролик, ставьте лайк, есть что сказать, пишите в комментариях, не забывайте подписываться, чтобы не пропустить следующее видео, спасибо, что досмотрели до конца, да пребудет с вами джойстик, всем пока, до скорых встреч, субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok